Новое поколение школьников знакомится с творчеством. Техническое моделирование, конструирование машин, самолетов и кораблей – тоже дело творчества. Об этом узнали ученики начальных классов. Лобзики, пилы, стамески и, конечно, собственные руки – главное оружие воспитанников отделения, суда, авиа и автомоделирования. Занимаются у нас как девочки, так и мальчики. Если думают, что техническое творчество – это только мальчики. Нет, мальчиков у нас только же, сколько и девочек. Мы стараемся привлечь детей, вот этими мероприятиями подобными, к технической направленности, потому что дети все-таки должны работать руками. Опытные педагоги предупреждают – построить модель на пульте управления сразу не получится. Тут работает метод от простого к сложному. Зато потом собственным самолетом, автомобилем или катером можно покорять вершины технических видов спорта. На занятиях наших дети знакомятся не только с технической направленностью, но и с такими серьезными видами спорта, как автомодельный спорт, авиа и судомодельный спорт. Наши дети занимают призовые места уже на протяжении многих лет, не только городского, областного уровня, но и международного. Сделать фигуру из фанеры вылепить целый дворец из соленого теста – этому тоже научат педагоги Дворца Творчества. И это лишь малая часть из более чем ста творческих направлений, где ждут новобранцев. Я с братом сюда приду, запишусь, наверное, делать самолет на пульте управления. Мне больше всего понравилось самолетное дело. Я первый раз узнала, что можно своими руками сделать. Строить, конструировать машинные модели, самолеты, вот такие вот поддевочки из фанеры. А ты не считаешь, что это мальчиковое дело? Нет, я столько учусь. Нам будут все рассказывать и как все делать. В этом учебном году Дворец Творчества ожидает более 500 учащихся. Технические направления, судя по загоревшимся детским глазам, тоже будут популярны. Ребята узнали, два года назад воспитанник Дворца Алексей Чебранов стал чемпионом мира по судомодельному спорту. Так что не за горами успех и расцвет новых талантов. Занятия начинаются с 15 сентября.